всем приветики я хотел бы вам рассказать о такой проблеме как обрыв видео после рендеринга в сани вегасе то есть вот вы отрендерили видео сани вегасе открывайте готовый файл смотрите его и у вас например видео длится 10 минут 7 минут видео шло а потом на седьмой минуте раз и вот такой черный экран то есть видео идет седьмой по 10 минуту но вас нет ни видео не звука просто идут минуты как бы ничего нету почему так случается у меня такое было как то дело в том что у вас просто не хватает места на жестком диске такое было как как-то раз такое случилось я долго не мог понять в чем дело несколько раз перерендеривал видео видео было длинно и много места занимало а я не знал об этом и просто перерендерил его много раз не мог понять в чем дело думал может что-то не так сани Vegas'ом, а потом я когда рендерил, в один прекрасный момент заметил, что место-то заканчивается на жестком диске. И тогда освободил место, и у меня эта проблема решилась. Тем более, что сейчас 16-ый Vegas, перед тем как рендерить в готовый файл, ну вернее, раньше SunVegas 13-ой версии сразу рендерил видео в готовый файл, а 16-ый сначала рендерит во временный файл, а потом из временного копирует в постоянный, как раз в тот готовый, то есть даже если у вас есть место на том диске, куда вы рендерите готовый файл, ну где должен появиться готовый файл, то 16-ая версия создает еще временный файл, который находится, ну как правило, на системном диске в папке Temp с остальными системными временными файлами, и вот именно там у вас может и закончится место. То есть даже вот у вас на том диске, где вы рендерите, может быть много места, но на том диске, где временный файл, место может не быть. Из-за этого у вас просто, когда будет, ну видео рендериться, закончится место, и когда место закончится, SunVegas просто оставшиеся минуты, на которые не хватило места, добьет черным экраном и сохранит вам такое видео. И вы в итоге потом будете смотреть, ну сохранить видео, отправить его туда, где у вас должен быть готовый файл, и удалить временный файл на системном диске. И в итоге вы посмотрите, везде места хватает, а файл недорендеренный. Оказывается, ну то есть не будет такого места, ну не будет такого, что у вас где-то ноль на жестком диске, потому что временный файл удалится после того, как скопируется в готовый. Но до того, когда он будет заполняться, у вас как раз-таки будет ноль, и поэтому SunVegas сможет сделать такую вот штуку, что у вас просто будет черный экран. У меня такое было, я тогда не знал, что такое может быть, и много раз перерендеривал, и поэтому решил вот записать видео, чтобы рассказать о такой проблеме с нехваткой места на жестком диске, из-за которой у вас просто может быть, ну, черный экран. То есть вот видео рендерится, рендерится, а потом раз, закончилось место. И вот все остальное, что не дорендерилось, оно просто добьет черным экраном и сохранит в готовый файл, а временный удалит. И в итоге вы смотрите на жесткий диск, а у вас везде все нормально. А оказывается, что нет. Я просто тогда так и заметил, что когда оно рендерило, решил... Я смотрел обычно, когда оно уже отрендерится, а потом решил посмотреть, когда оно именно рендерилось. Смотрю, а у меня есть место заканчивается на жестком диске. Я такой, о-о-о, ясно. И тогда и нашел такую проблему. Вот. Так что и такое бывает в SunVegas. Но после того момента я уже знаю, что такое бывает, и у меня всегда есть свободное место. И там, где я знаю... Ну, я знаю, где находятся временные файлы. Я поэтому смотрю, чтобы там всегда было свободное место именно для файла. То есть я примерно знаю, что файл выходной будет занимать там, допустим, 10 гигабайт или 5. И уже смотрю, чтобы такое место было свободно там. И таких проблем у меня уже не возникает. Ну, вот. Ну, а на этом все. Всем пока-два! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok